всем привет с вами канал все для огорода груши постепенно растут у меня сорт чижевского она поспевает в июле месяц вот она к июле месяца должна укрупниться примерно с кулак вырасти вот такая груша груша опыляется в основном ветром она как раз цвела когда еще пчел не было было холодно вот опылила опыляется на ветром пчелами она не пыляется но может быть она отпыляет пчелами у кого-то в южных в южных регионах но у нас как раз в это время ни мух ни пчел нету даже в этом году в этом году у нас уже ты и июнь месяц как бы середина июня месяца мух нету представляете а раньше мух поводит в комнаты на залетали мух полно там боролись с ними разными мухоловками ленты натягивали вот мух очень мало потому что холодно ночам бывает до плюс 10 у нас даже огурцы не растут в открытом грунте даже в теплице плохо но не в теплице в парнике плохо растут в теплице то хорошо растут а в парнике которые укрыты пленкой плохо растут вот единственное что хорошо растет трава выросла блин но выше моей головы то есть трава любят как чтобы было прохладно и влажно у нас сегодня не сегодня а вы на этой неделе лил четыре дня дождь сейчас у даже пасмурно покажут даже солнце не нету вот ну хоть дождь прекратился а то дождь лил даже на улице нельзя было выйти сидел дома только смотрел просматривал разные ваши ролики кто мне там писал комментариях темно теперь вот чем же подкормить нашу грушу чтобы она у нее плод была большой а грушу можно подкормить обычный банановую кожуру можно разбрасывать который содержится много калия вот просто берете кожуру и разбрасывайте она там будет перегнивать и корня будет поступать калий также можно калийными фосфорно-калийными удобрениям поливать то есть это двойной супер фосфат он раскисляет почву и от от фосфора вот эти плоды будут гораздо слаще также что можно калийными удобрениями каким-то серно-кислоем калием калием магнезии вот эти сульфат калия можно поливать грушу и груша будет постепенно плод будет увеличиваться в разы вот обязательно надо все подкармливать но меня таких удобрений пока нету вот но я потом покуплю и все это дело подкармливать пока не все удобрения у меня закончилось вот на азотным удобрением мы не кормим азотным удобрением и кормят до середины июня а после кормят когда образуются плоды но на груши там на яблони на черешни и вишни ну на всех фруктовых деревьев кормим уже потом фосфорно-калийными удобрениями вот на это видеоролик заканчивать спасибо друзья за просмотр с вами канал все для огорода подписывайтесь ставьте лайки жмите на колокольчик чтобы не присутствует всем пока пока и подписывайтесь на мой канал кому понравилось поставьте лайк